всем здравствуйте всем привет пешки всем привет всем им поклонникам всем им друзьям всем им подписчикам сегодня 25 января сегодня и рождение владимир семеновича высоцкого и как всегда по традиции мы сегодня вспомним его песни будем сегодня смотреть его фильмы соучастием это и конечно вертикали это конечно и стрепуха и конечно же место встреч изменить нельзя где-то на каком канале вы сможете посмотреть обязательно какие-то артисты будут петь а сегодня мы послушаем вот эту пластинку у меня уже в ю тубе есть одна видеозапись это видеозапись первой стороны а сегодня мы включим уже вторую пластинку и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 И холод на спине И понял я кругом 500 И кто там после разберет, что он забыл Кто я ему и кто он мне И он ушел куда-то вбок Я отпустил, а сам прилег Мне снился сон про наш веселый на ворот Что будто вновь кругом 500 Ищу я выиграть из ворот Но нет, его есть только вход И то не тот Конец простой пришел тегач И там был трос, и там был врач И маск попал куда положим ему И он пришел трясется весь А там опять далекий рейс Я зла не помню Я опять его возьму И он пришел трясется весь А там опять далекий рейс Я зла не помню Я опять его возьму Девушки отдыхают Но я видел Нагайскую бухту на Трахты Улетел я туда не с бухты, а Рахты За мной были службы по следам А перешая самолеты в югу Я все-таки уехал в Магадан к другу И я видел Нагайскую бухту на Трахты Улетел я туда не с бухты, а Рахты Я повода врагам своим не дал Им стрелал пены, не порвала орду Я взял, да как уехал в Магадан к Чарту Я улетел на Нагайскую бухту на Трахты Улетел я туда не с бухты, а Рахты Я правда здесь оставил много дам Писали мне все ваши дамы биты Ну что ж, а я уехал в Магадан к Бизы И я видел Нагайскую бухту на Трахты Улетел я туда не с бухты, а Рахты Горно подходит дело к холодам Я же далеко до инах, ладно Могу ехать к другу, Магадан, ладно Ты не видел Нагайской бухты, а Рахты Улетел я туда не с бухты, а Рахты Долгая троя в положении, а заодно Оставалась непреступной тверды Но украянцы не поверили Кассандре Троя, может быть, стояла и поныли Безумно, безумная девица Кричала я снаряжу трою павших в брак Но я сновидцев, впрочем, как и очевидцев Во все века щегали люди на кастрак Во все века щегали люди на кастрак И в ночь, когда ищели в лошади на трою Скучилась смерть, как и положена кровата Над избиваемой безумною толпою Кто-то крикнул, эта ведьма виновата Безумно, тут безумная девица Кричала я снаряжу трою павших в брак Но я сновидцев, впрочем, как и очевидцев Во все века щегали люди на кастрак Во все века щегали люди на кастрак И в эту ночь, и в эту смерть, и в эту смуту Как разбылись все предсказания на славу Но понашла бы по выходящую минуту Чтоб учинить свою привычную расправу Безумно, тут безумная девица Кричала я снаряжу трою павших в брак Но я сновидцев, впрочем, как и очевидцев Во все века щегали люди на кастрак Во все века щегали люди на кастрак Конец бросной, хоть необычный, но насадный Какой-то грек нашел Кассандрину обитель И начал пользоваться ей не как Кассандрой А как взрослой и ненасытный победитель Безумно, безумная девица Кричала ясно, вижу трою павших в брак Но я сновидцев, впрочем, как и очевидцев Во все века щегали люди на кастрак Во все века щегали люди на кастрак Вас зелен по дв internation ifs Мы сновидцы, отдыхают If dolls pilги и людьми на кастрак Почему вы оценили, я до утени Ученики и политики Во все века, серьезно,沒 рассказ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 А как-то так Не вдохновляет даже самый факт, а так Я весь прозрачный, как раскрытое окно И неприметный, как льняное волотно Я на коне, толканье я с коня Только не, только не у меня Не ноют раны, да и шрамы не валят На них наложены стерильные бинты И не волнуют, не свербят, не теребят Ни мыслей, ни вопросы, ни мечты Устал бороться с притяжением земли И не жду так больше расстояния до петли И сердце дергается, словно не во мне Пора туда, где только ни и только не Пора туда, где только ни и только не Кто кончил жизнь практически, тот неистинный поэт А если в точный срок, то в полной мере На цифре двадцать шесть, один шагнул под пистолет Другой же в петлю слазил в англии А в тридцать три Христу он был поэт, он говорил Да не убей, бьешь, и стеной думал Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил Чтоб не писал и чтобы меньше думал С меня при цифре тридцать семь В момент слетает хмель Вот и сейчас, как холодом паду Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль И Маяковский лег визгон на дуло Задержан за на цифре тридцать семь Коваренбол, ребром вопрос поставил Или-или, на этом рубеже Легли Байрон и Рымбол, а нынешние Как-то проскочить Пыль не состоялась или перенесена А в тридцать три распяли, но не сильно А в тридцать семь не кровь Да что там кровь и седина Из бачкала виски не так обильно За плаву стреляться Пятки молдавну шума душа Терпенье синоватых лягушей Поэты ходят пятками Полезью ножа И режут кровь, свалив, тазы едут На слово длинношение В конце пришлось трие Укоротить поэта вывод ясен Не нож у него, но счастлив он Висеть на стрелье Зарезаны за то, что был опасен Жалею вас, приверженцы Фотальных дат и цифр Томитесь, как наложницы в кареме Срок жизни увеличится И может быть, танцы Поэтов отодвинулись до вред Я весь взгляду Доступен всем к глазам И я приступил К привычной процедуре И я к микрофону Стал как образа Нет, нет, сегодня точно Как образури И микрофону Я не понотру На голос мой Любово посвелит Уверен, если где-то я завру Он ложь мою Бежал заусилит Бьют, лучат рампы Мне под ребра Светят фонари И в лицо недобра Из дмят Спокол прожектора И шара 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 Сегодня я Особенно хриплю Но изменить Тональность не рискую Ведь если я Душою покривлю Он ни за что не выпрямит Кривую Он дырствия По тоньше Остре Звук безопасен Слышит Фальш Дайовый Ему плевать Что не буду Дарить я Но пусть я верно Выбиваю Ноты Бьют Лучат рампы Мне под ребра Светят Подари В лицо Недобра И следа Спокол прожектора И шара 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 На шее Гибкой Этот микрофон Своей Смирой Головой Увертит Лишь только Замолчу Ужалит он Я должен петь До отри До смерти Не шевелись Не двигайся Не смей Я видел Шала Из меня Я знаю Я Как будто Заклинатель Зверь Я не пою Я добру Заклинаю Лучат рампы Мне под ребра Светят Подари В лицо Недобра Из ребят С боков Прожектора И шара 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 Пармажор Рефон И шат Из дюк Венца Он Из рта Выхватывает Звуки Он Полот Мне влевит Девять Грамм Венца Рук Не поднять И нам навяжет руки Опять Не будет Этого конца Что есть Мой микрофон Кто мне ответит Теперь он Как лампана В лицо Но я не взял И микрофон Не светит Мелодии Мои попроще Но лишь Спиваюсь С искреннего Тона Мне сразу Вольно Хлещет По щекам Недвижимая Тень От микрофона Бьют Луча Драмы Мне под ребра Светят Фонари В лицо Недобра И Светет С боков Прожектора И Шара Шара Светлана ну вот друзья мои вот такая получилась у меня видеосъемка надеюсь вы также сегодня достанется и пластинки кассеты у кого-то есть mp3 у кого-то есть компакт диски с высоцким а еще лучше если вас попадется какой-нибудь сборник на трех дисках или что-нибудь типа подобное и какую-нибудь любимую запись обязательно включите вот как это сделал я например но эта пластинка у меня с прошлого года я и купил как раз к дню памяти высоцкого то есть она была куплена еще за два-три дня и в общем то видео я смонтировал уже как раз позже чуть-чуть когда уже еще там несколько дисков было но она мне стоит в ютубе это видео и там он была как раз-то пластинка ровно два года назад я был магазине music house и меня попросили рассказать о высоцком ну я как бы рассказал соотношение к высоцком как он меня повлиял в общем ты в творческом плане вот поскольку я еще пластинку тогда еще не слышал мы только и послушали в магазине как она звучит и пока она играла мы собственно проводили разговор вот а мне удалось потом когда уже превысит пластинку послушать так сказать на своих же аппаратуре заценить скажем звук сорокопятки вообще-то это очень интересные случаи когда высоцкий выпускается на сорокопятках мы привыкли что советское время выпускался на маленьких пластиночка и на гибких пластинках попадались записи самый первый в основном это магнит альбом из магнитных лент все это попадала потом фирма мелодия уже после смерти начались реставрационные работы так скажем уже из этого смонтировали настоящий целый выпуск из там не знаю сколько там 24 25 пластинок было на концертах высоцкого вплоть до самых последних выпусков уже звучали архивные записи самый первый его была такая пластинка все это мне потом не друзей досталось их тоже по очереди послушал действительно вот это не сравнить с этой пластинкой а еще у меня есть пластинка еще немного постоянно крыл где его со товарищей по театру на таганке я не буду перечислять фамилию это трупа вы все хорошо знаете особенно те которого постарше даже те которые удалось побывать на его спектаклях и на гамлете и значит павшие живые много там было спектаклей в постановке любимого и там играл высоцкий наверняка те его видели живьем и надеюсь смогут наверное вспоминать его выступление вот эта вся харизма которая вот огнем горелого в жилах прям вот вздувались значит от его крика проведите проведите меня к этому человеку проведите меня к нему этот тоже одна из его любимых работ в архивах она есть на телевидении наверняка сегодня будут показывать его передачи с его выступлением наверняка вспомните а вот знаменитый монолог гамлета быть или не быть это наверняка никто из современных артистов такое не повторит наверно никогда потому что это вот этот огонь который с него пер буквально и вот так быстро сгорел в 42 года я так думаю что вряд ли кто из современных артистов сможет наверняка замахнуться на такую вершину как у которого было владимира семёновича высоцкого вот даже многие от артисты пытаются быть все немножко ну чуть ближе вот к этой харизме но что-то немного вот и получать видимо такой артист у нас в россии новая на все мире наверняка он был так что еще раз хочу его ну скажем так через видео может быть вот через машину времени из будущего туда в прошлое отправиться к нему и сказать большое спасибо тебе за твое творчество за твои фильмы за все спектакли которые мы вот поколение вот этот восьмидесятых вот так получил что владимир семёнович вы умерли как раз я только на следующий год родился и мы этот момент не застали мы застали только пластинки катушки у которых еще знакомых еще в хорошем состоянии сейчас вот хорошо что стали появляться фильмы после конца восьмидесятых годов тогда половина была под запретом некоторые выходили в качестве сериалов как место из встреч из них нельзя как вертикаль а некоторые только потом после смерти его появились уже были разрешены так что вот мы поколение восьмидесятых тебе огромнейшее спасибо за твое творчество которое будем беречь наверно я не знаю как с помощью поколения вот наши вот восьмидесятые девяностые нулевые десятые вот все вот наши вот 30-летний сорокалетний вот наша задача это все сберечь помнить но обязательно посвятить посетить место музей высоцкого который находится в городе екатеринбурге делать один бизнесмен практически собрал все что мог даже вот знаменитый мерседес на котором он рассекал и фигурил фильмы высоцкий спасибо что живой но у меня видео так уже получилось длинным так что слушаем пластинки и смотрим фильмы в общем вспоминаем сегодня его день рождения вот а я с вами прощаюсь всем говорю пока всем говорю чтобы вы попить продолжали подписку на мой канал будет очень много интересного надеюсь что то еще может быть сегодня еще отправлюсь за пластинками вот но всем всем пока всем до встречи